Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в эфире программа «Пятница 13» и мы обсуждаем вопрос «Слежки за сотрудниками». У нас в гостях Евгений Климов. Евгений, привет! Здравствуйте! Евгений, расскажите, кто следит за сотрудниками? Как это происходит? Вообще распространено ли такое явление? Ну, Евгений, Евгений. Явление достаточно широко распространено. Понятно, что кто следит? Следит заинтересованное лицо. В случае сотрудников заинтересованное лицо – это работодатель. Вот и работодатель. Сам генеральный директор следит? Ну, не сам генеральный директор. Генеральный директор оставит задачу, очевидно. А уже специализированные подразделения, неважно, где они находятся, уже обеспечивают реализацию этих задач. Например, это может быть служба безопасности. Внутреннего сочетание подразделений информационной безопасности и экономического блока. Одни настраивают механизмы слежки, другие непосредственно все мониторят. Как вообще сотрудники относятся к такого рода мероприятиям? И вообще сообщают ли им об этом? Сотрудникам иногда сообщают, иногда не сообщают. На самом деле это секретом никогда не является, потому что рано или поздно сотрудники начинают об этом узнавать. Они узнают это либо от айтишников, которые видят, что что-то не то происходит, либо от своих друзей, которые с кем-то уже из службы безопасности беседовали, и они непосредственно узнали, да, что сам факт слежки ведется. И так или иначе все об этом знают. Отношение от нейтрального до сугубо отрицательного. Понятно, все зависит от человека. Если человеку есть что скрывать, то он там негативно реагирует, не понимает. И какая статистика? Кому есть что скрывать? Ну, статистики на самом деле российской нет. Проводил и HeadHunter недавно в Украине исследование относительно того, как сотрудники относятся к подобному мониторингу со стороны работодателя, так было выяснено, что 60% абсолютно все равно, ведется за ними мониторинг, не ведется мониторинг, только, кажется, 20, да, вот мы обсуждали вот до этого, они готовы поменять работу, вот если они узнают, что их начинают ставить на контроль. А насколько это вообще законно? У нас все добровольно делается. Так. Все добровольно при согласии сотрудника. Как это согласие получают от сотрудника? Обычно все это прописывается в трудовых контрактах, то, что сотрудник использует служебные ресурсы, которым выделяет компания только в целях выполнения своих должностных обязанностей, то, что есть определенные ограничения, что он может делать, что он не может делать, что вся информация, там, вынос информации, там, за пределы периметра компании должен согласовываться. Если у нас система такие случаи мониторит, то, в принципе, можно прописать и в трудовое соглашение сотрудникам, что служба безопасности имеет право, там, просить, там, показать личные вещи, да? А вот если я, например, как сотрудник не хочу подписывать вот такие дополнительные соглашения, то у меня есть трудовой договор, да? Я говорю, я вышел на работу, но вот следить за мной не нужно, да, и у меня будет, там, не знаю, свой собственный компьютер, например. Слушай, ну, этот вопрос больше лежит, наверное, в плоскости исключений в области наема персонала на работу. Но ведь у нас есть конституция, у нас есть уголовный кодекс, то есть как это соотносится с законом? Ну, у нас каждый человек имеет право на защиту личной жизни, да? У нас есть 23-я статья Конституции, у нас есть в уголовном праве 137-я статья, ну, я, насколько я правильно помню. Но, опять-таки, тут споров между юристами очень много. Существуют юристы, которые считают, что сотрудник не может, например, там, подписав соответствующее трудовое соглашение, отчудить, отчудить, да, право на защиту, там, личной переписки и на тайну личной жизни. А есть, которые считают, что если в трудовом соглашении мы прописываем, что все средства обработки информации, которые выдаются сотруднику и которые он использует при своей работе, они являются собственностью организации. Соответственно, если это собственность организации, то и вся информация является собственностью организации, она не относится никоим образом к сотруднику. Тут такой тонкий баланс, и здесь необходимо очень плотно работать с юристами, и главное, чтобы юристы были готовы в случае чего защищать интересы организации в суде. Все-таки что ценнее? Защита личной жизни, да, или же вот все-таки ценность для сотрудников? Вот в Российской Федерации мы поняли уже, как, значит, обстоят дела с нормативной базой, а как обстоят дела за рубежом? В Штатах вообще все просто, там можно контролировать кого угодно, там любой вообще канал, там чаты, переписки, там по почте, вынос информации, там все абсолютно прозрачно, все абсолютно цинично. Ну это Штаты, да. Во Франции, в Германии посложнее Германии вообще там закручены гайки настолько, что там любой чих в сторону контроля личной жизни сотрудника должен иметь какое-то очень серьезное обоснование. Служба безопасности ведь вызывает к себе на разговор людей, которые были заподозрены в краже информации, еще что-то. Вот сколько таких людей реально в реальных компаниях проходит такого рода беседу, да, и вообще как она должна проходить? Тут все зависит от уровня паранойи каждой организации, да, и руководителя организации, например... Крайний случай. Крайний случай, например, я в свое время проходил два раза в год, как полиграф, так и все механизмы контроля, которые в компании располагались, да, там полиграф на периодической основе, там два раза в год, мониторинг постоянный. А в каких-то компаниях люди пытаются найти баланс, и они настраивают правила, которые позволяют реагировать и вызывать на разговор в службу безопасности, только если произошел какой-то инцидент. Например, утекла конфиденциальная информация. Сразу же поступает флажок в службу безопасности, уже непосредственно по человеку начинается отработка. Многие считают это совершенно неэтичным, такого рода работу, да? Как вы, спите-то по ночам, безопасники? Безопасность, на самом деле, это определенный менталитет. Вот. У кого... кто плохо спит по ночам, он и рано или поздно уходит из безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует...